В эфире новости в студии Александра Шереметьева. Здравствуйте! В самарском отеле Holiday Inn состоялась серия бизнес-тренингов в рамках благотворительной акции Центра Маэстро «Кто, если не мы». В мероприятиях приняли участие порядка 300 человек и несколько десятков известных бизнес-тренеров России и Самарской области. На пресс-конференции, посвященной благотворительному бизнес-форуму, побывала наша съемочная группа. Кто, если не мы? Таким вопросом задались участники благотворительного бизнес-форума «Тренинг Центра Маэстро». Среди них Радислав Гондопас, Борис Жалила, Дмитрий Норко и другие. Мотивации у каждого участника форума разные, но объединяет их одно – желание помочь. Многие мои коллеги, кто приехал сегодня выступить на этот форум, они, ну, час их работы, день их работы, месяц их работы стоят колоссальных денег, но, тем не менее, они тратят здесь несколько дней своей жизни и какие-то силы на то, чтобы донести информацию. И выступают они, естественно, бесплатно. Это их благотворительный вклад. Почему? Есть у человека вполне нормальная естественная потребность наносить непоправимую пользу другим людям, если такая возможность существует. По словам организаторов форума, основная причина неразвитости в России бизнес-благотворительности – отсутствие четко продуманной системы. Это подтверждают и данные, проводимые социологических исследований. Люди готовы и хотят помогать, но не всегда уверены в том, что деньги не попадут в руки мошенников, скорее всего. И не настолько еще развиты вот такие вот форматы мероприятий. Мы долго шли к такому формату, и это мероприятие планируем сделать ежегодным. В рамках бизнес-форума состоялось около 30 тренингов по разным тематикам – управленческие навыки, личная эффективность руководителя, продажи, мотивации сотрудников. Помимо этого, были представлены и новые направления, такие как фри-дайв-менеджмент. По результатам мероприятия планируется собрать до 500 тысяч рублей, которые пойдут на помощь детям, страдающим онкогематологическими заболеваниями. На операцию деньги Министерство здравоохранения выделяет, а на проживание, на какие-то дополнительные обследования – на это денег нет, потому что семьи на самом деле не благополучные в основном. Организаторы пообещали, что такие благотворительные бизнес-форумы станут традиционными и будут проводиться не реже одного раза в год. Открытое акционерное общество «АвтоВАЗ» не будет выплачивать дивиденды в ближайшие несколько лет. Вся прибыль предприятий будет направлена на развитие производства, заявил президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров. По его словам, акционеры и совет директоров предприятия согласились с этим предложением. Добавим, что Тольяттинский автозавод не выплачивал дивиденды с 2008 года. По итогам 2010-го компания получила убыток в сумме 38,5 миллиардов рублей, но в прошлом году сработала в прибыль. Это были новости, которые также можно посмотреть на сайте регионсамара.ру. До свидания.